МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Урал-1 городские новости. Меня зовут Инна Мельникова. Здравствуйте. Ленинградский мост в Челябинске начали готовить к реконструкции. Пока работы идут на прилегающей территории. Вырубают тополя на берегу реки и яблони около памятной стеллы. В следующем году мост полностью снесут и на его месте построят новый. Вместо двух полос движения в каждую сторону их будет три. Для пешеходов сделают трехметровые тротуары. Сохранится трамвайная линия. Ей добавят правый поворот с проспекта Победы на Чегрес и обратно. Новым будет и освещение от Болейка до Российской. Под самим мостом появится специальный проезд по улице Набережной. Сдать проект строители должны в конце сентября 2022 года. Новый путепровод обойдется в один миллиард рублей. 115 литров незамерзайки изъяли у челябинских продавцов на поиски торговцев с синей жидкостью. Накануне вышли полицейские, а также сотрудники управления торговлей и благоустройства городской среды. Все они искали точки незаконной продажи стекла омывателя. Урожай оказался внушительным – более 100 литров. Полицейские составили протоколы об изъятии продукции, подготовили материалы для рассмотрения на административной комиссии. За торговлю с машиной незамерзающей жидкостью предпринимателям грозит штраф в 2000 рублей. Однако он может вырасти до 30-40 тысяч, если в составе незамерзайки будет обнаружен метанол. Это вещество является запрещенным и может привести к отравлению водителей и пассажиров. Как говорят в администрации Челябинска, такие рейды будут регулярными и продлятся вплоть до весны. Ничего лишнего, только главное. Новости дня одной строкой прямо сейчас. Южноуральский госуниверситет частично перейдет на дистанционку в понедельник, 16 ноября. Решение ректората связано с региональным Роспотребнадзором. При этом часть учебной программы останется в обычном формате. Это занятия, которые связаны с использованием лабораторного учебного оборудования и специализированного программного обеспечения. Лекции и семинары, которые можно провести в онлайн, будут идти дистанционно. Напомню, перейти на удаленный формат работы накануне рекомендовал подведомственным вузом Федеральный Минобор. Окончательное решение отстается за ректоратом и Роспотребнадзором. Традиционной новогодней елки главы города в этом году не будет. Мероприятие отменила мэр Наталья Котова в связи с эпидемиологической ситуацией. В Челябинске этот праздник проходил в течение нескольких десятилетий. Во Дворце пионеров на новогодние представления собирались по 350 лучших учеников начальных классов. Они получали подарки от администрации. Гостей лично поздравлял действующий градоначальник. Доноров антиковидной плазмы ищут в Челябинске. Один такой человек способен помочь двум-трем пациентам с коронавирусом. Областная станция переливания крови нуждается в плазме всех групп крови, независимо от резуса. Работает организация строго по заявкам больниц. При этом не каждый желающий может стать донором. Кровь берется только после 14-дневного карантина, переболевшего ковидом в легкой и средней форме. Ограниченный возраст претендента – от 18 до 55 лет. Также нужны результаты обследований. У желающих сдать кровь могут быть плохие анализы из-за перенесенного заболевания и антибиотиков. Каждый день донорами антиковидной плазмы в Челябинске становится 10 человек. Но этого все равно недостаточно. Студенты-медики могут брать тесты на COVID-19. Об этом говорится в новом приказе Минздрава. Теперь тех, кто закончил три курса медицинских институтов, можно официально включать в выездные ковидные бригады скорой помощи, а также направлять для отбора биологического материала у пациентов с симптомами ОРВИ и вне больничной пневмонии. При этом студенты должны быть трудоустроены на должности специалистов со средним медицинским образованием, а работать они могут только под контролем врача или фельдшера. Челябинцы могут оформить внесудебное банкротство через МФЦ. Процедура эта бесплатная и длится 6 месяцев. Такой закон вступил в силу осенью 2020-го. Избавиться от непосильного финансового груза могут физические лица и индивидуальные предприниматели, которые накопили долгов на сумму от 50 до 500 тысяч рублей. Впрочем, в нее не должны входить штрафы, пении, проценты за просрочку платежа. Кроме того, в отношении должника должно быть окончено исполнительное производство, и у него не должно иметься имущество, на которое можно обратить взыскание. Потенциальный гражданин банкрот обязан предоставить в МФЦ заявление со списком всех известных ему кредиторов и суммы задолженности. Впереди всего один рекламный ролик. Не переключайтесь. Продолжение следует... Десять новых машин в помощь челябинским неотложкам. Анонимный благотворитель купил партию автомобилей для медицинских учреждений в трех городах области. 150 вызовов в день для бригад неотложной помощи – дело привычное. На износ работают не только люди, но и машины. Медучреждением решил помочь меценат, пожелавший остаться неизвестным. Подарок врачам купил 10 отечественных внедорожников в полной комплектации и на зимней резине. Нужда в медицинском транспорте, она есть всегда, потому что большое количество у нас обслуживающих адресов на дому. Мы постоянно, медицинские работники, оказываем медицинскую помощь с применением автотранспорта. Это сокращает скорость доставки медицинской помощи, это уменьшает силы, энергосотраты медицинских работников. Это очень важно в период пандемии. Новые Нивы распределят между больницами Челябинска и Магнитогорской МИАСа. Вместительность и проходимость автомобилей медработников особенно порадовала. У нас участковые службы, некоторые участки расположены в частном секторе Плановка. Это частные одноэтажные дома, где практически непроходимые дороги, и только такая машина сможет там проехать. На первые вызовы машина отправится на следующей неделе. Пополнение автопарка поможет существенно снизить нагрузку на бригады и повысить качество медицинской помощи. Мы будем быстрее приезжать к нашим пациентам, мы будем качественнее оказывать медицинскую помощь в любом ее варианте. И в плане обследования, в плане выдачи лекарственных препаратов. Ну и, конечно, если есть необходимость в госпитализации пациентов в госпитальной базе. Напомню, неотложка выезжает на дом по вызовам, которые не сопряжены с угрозой жизни человека. Наталья Шмухаметова, Владислав Шашмаренков, Урал-1. Кому предстоит искать, а кому охранять. В Челябинском питомнике главного управления МВД показали, как тестируют собак для будущей службы. Четвероногих силовиков ищут еще в щенячьем возрасте. Главные критерии жесткого отбора – выносливость и адаптированность к социуму. Перед тем, как получить статус служебное, все собаки проходят тестирование и курс подготовки. У десятимечной немецкой овчарки Джоли серьезный экзамен, хотя сама собака воспринимает его как игру. Во время социальной проверки кинолог проходит через группу людей. Они жестикулируют и громко разговаривают. Фантом – это проверка на неизвестные объекты, например, на человека в одеяле. Хвостатый полицейский не должен обращать на него внимания. Два последних теста – это отношение к звуковому раздражителю, выстрелу из стартового пистолета и атака человека. Правильная собака не будет от страха пятиться назад. По тестированию мы уже определяем, к какому направлению службы собака больше подходит. То есть, если собака показывает наиболее игровое выраженное поведение, то это, конечно, поиск целевых веществ. Если собака проявляет уверенное, где-то даже агрессивное поведение, особенно в тесте на атаку на человека, то такие собаки больше подойдут для конвойной, караульной службы. Этот вопрос требует коллективной, экспертной оценки. В законодательном собрании общественники, экологи и представители власти обсудили судьбу Челябинского бора. Городской бор пользуется у южноуральцев популярностью вне зависимости от сезона. Летом здесь купаются в карьерах и греются на солнечных полянах. Зимой катаются на лыжах и наслаждаются морозным воздухом. Однако в излюбленном месте отдыха жителей и гостей Челябинска не все так гладко. Поэтому даже в период пандемии с соблюдением всех мер безопасности было решено провести в законодательном собрании области масштабные общественные слушания. Каждый человек может высказать свою позицию. И это очень важно, что власть готова идти на открытый диалог с общественностью. Актуальными остаются вопросы сохранения и расширения бора, проведения лесохозяйственной деятельности и сокращения антропогенной нагрузки на реликтовый лес. Эксперты-экологи высказали свои замечания. Проведение таких мероприятий по чистке, по вырубкам санитарных в весенний и летний период по непромевшему грунту будет приводить к уничтожению огромного количества насекомых, их личинок, кладок, птиц, млекопитающих. Результатами встречи стали конкретные планы и цели для развития городского бора. Сохранить лес поможет общая программа, включающая в себя необходимые мероприятия и финансирование. Очень важно, что у нас выстраивается диалог, идет диалог между властью, бизнесом и обществом. Это очень важно для нас. Важно это особенно еще и потому, что этот объект, Челябинский городской бора, является, я думаю, без исключения, любимым местом для всех горожан. И, безусловно, все хотели бы его сохранить. Дискуссии в таком составе продолжатся. Участники уверены, сообща смогут наметить шаги по спасению бора и увеличению его границ. Наталья Шамухаметова, Урал-1. Без комментариев и лишних подробностей. Новости одной строкой прямо сейчас. Антитела к коронавирусу есть у каждого пятого Челябинца. Такие данные опубликовала одна из крупных частных лабораторий. Специалисты провели 27 тысяч тестов на антитела класса G. В июне они были обнаружены у единиц 2,7%. В сентябре уже у 9%. В октябре цифры выросли в два раза 18,4%. Иммуноглобулины G вырабатываются после перенесенной болезни, в том числе бессимптомной. Растущее число владателей антител говорит о том, что эпидемия продолжается и свидетельствует о постепенном формировании коллективного иммунитета. Наличие лекарств для лечения ковида губернатор Алексей Текслер будет контролировать лично. Правительство России дало такое поручение всем главам регионов. Теперь они будут мониторить обеспечение госпитальных баз препаратами, средствами диагностики и индивидуальной защиты. Проверять наличие лекарств для тех, кто лечится амбулаторно и контролировать создание резерва коек для ковидных пациентов. Отчитываться губернаторам нужно будет перед Минздравом. Первые данные необходимо отправить до 16 ноября, потом еженедельно. Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса продлят. Речь идет об отраслях, наиболее пострадавших от пандемии. Отстрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам будет действовать для предпринимателей из туристической и гостиничной сферы культуры и спорта, развлекательной индустрии и общепита. В целом срок налоговых каникул увеличен на три месяца. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, продлен мораторий на проверки малого бизнеса. Челябинцам, которые служат по контракту, станет проще получить служебное и постоянное жилье. В России расширяется круг тех, кто имеет право получить жилье вне очереди. В их число будут включены герои России, а также кто отслужил по контракту более 10 лет и уволен по состоянию здоровья. Кроме того, военнослужащего нельзя будет исключить из очереди на получение служебного жилья или прекратить ему выплату денежной компенсации за съемную квартиру, если он купил или построил себе жилье не по месту прохождения службы. Звезда хоккея на дворовой площадке. Сегодня бывший игрок трактора, двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов провел мастер-класс для начинающих спортсменов. Удалось ему забить один раз, правда. Забить удалось. Такое увидишь нечасто от центральной нападающей клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Евгений Кузнецов в воротах детской спортивной площадки. На мастер-классе звезда хоккея рассказывает свою карьеру много лет назад, так же, как и эти мальчишки, начинал с дворового хоккея. Я все время катался ночью, до поздна вечера. Меня родители забирали оттуда, да, и большое спасибо за это им. Я надеюсь, что дети, кто живет рядом, их родители будут тоже терпеливы и понимать, что их ребенок воплощает мечту, занимаясь здесь до поздна. По словам двукратного чемпиона мира, в его годы таких коробок не было. Шайбу гоняли, где придется. Сейчас же у юных горожан появилась возможность заниматься на современной хоккейной площадке. Мы сейчас находимся на торжественном открытии первой коробки, которую мы реализовываем в рамках нашего проекта «РМК детям». Проект проходит при поддержке правительства Челябинской области и лично президентом хоккейного клуба «Трактор» Алексеем Леонидовичем Текстером. И направлен он на развитие дворовой инфраструктуры, на обеспечение возможности как можно большему количеству детей заниматься хоккеем. В рамках совместного проекта хоккейного клуба «Трактор» и «Русская медная компания» в этом году появится пять новых коробок. В перспективе подарить обустроенные спортивные площадки каждому району Челябинска. «Очень важно, чтобы дети занимались спортом. Спорт – это не только здоровье, а спорт научит многому, научит преодолевать трудности. Возможно, кому-то даст шанс самореализоваться. Судя по горящим глазам и азарту, с которым дети принимали участие в мастер-классе, можно сделать вывод, что желание заниматься спортом есть. Нам просто надо предоставить возможность заниматься спортом в комфортных и доступных условиях». Первая дворовая хоккейная коробка символично появилась возле Ледового дворца «Трактор». Организаторы обещают мастер-классы, на этих площадках станут традицией. Вместе с будущими звездами хоккея на лед будут выходить и нынешние чемпионы. Инна Левошина, Наталья Кудряшова, Владислав Шишмаренков, «Урал-1». За время пандемии на Южном Урале, по словам вице-губернатора Егора Ковальчука, число малых и средних предпринимателей увеличилось на 15 тысяч человек. В первую очередь за счет регистрации самозанятых. Самые яркие и активные представители этого бизнес-сообщества стали героями нашего уникального проекта «Территория самозанятых». Организатор проекта – Фонд развития предпринимательства Челябинской области «Территория бизнеса». Работа ведется в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Каворкинг «Территория бизнеса» на пару часов превратился в уникальную в своем удобстве площадку для бизнес-фотосессии, в которой приняли участие герои нашего уникального проекта. «Территория бизнеса вдохновляет, окрыляет, ходишь отсюда полным сил, идей, вдохновения, настроения. Хочется творить дальше, чтобы все получилось». Мне кажется, что это пространство очень приятное, светлое и такое дружелюбное к людям, если можно так выразиться. То есть, когда сюда попадаешь, не возникает какого-то страха, неловкости, зажима. Наоборот, хочется прийти, выпить кофе, задать какие-то вопросы, может быть, посетить какие-то мастер-классы. Здесь, насколько я понимаю, проводится достаточно большое количество мероприятий, многие из которых бесплатные. То есть, просто можно узнать, прийти и что-то интересное для себя почерпнуть. Когда я только начинал формировать, в принципе, свой бизнес, изучал нишу, изучал, как эту нишу развивать, продвигать, территория бизнеса в этом отношении очень помогала. У них были очень много смежных мероприятий с представителями других бизнесов, смежных сфер с моим бизнесом. Я эти мероприятия посещал, был призером, почти занимал призовые места, и поэтому территория бизнеса оказала большое содействие. Я часто здесь снимаю интервью, и мне очень нравится эта локация, потому что здесь, куда ни направишь камеру, везде будет какой-то красивый вид. И я думаю, что здесь и работать, наверное, точно так же приятно. Садишься в любую точку и всегда смотришь на какую-то красивую локацию. С территории бизнеса я знакома уже давненько, несколько лет, потому что я проходила у них азбуку предпринимателя. Это были специализированные курсы для тех, кто только начинает, и это были очень интересные занятия. Мне безумно понравилось. По окончанию курсов мы даже защищали бизнес-план, писали, и давали нам диплом. Поэтому у меня только положительные впечатления. И, кстати, я периодически похаживаю на их вебинары, потому что мне откликается. Мне нравятся ведущие, коучи и темы, которые они дают. Мне так понравилось здание, мне понравилась обстановка, как все гармонично. Тут по цвету сложено, серые, красные оттенки, синие. Видно, что работал дизайнер. И создается впечатление, что мы даже не в Челябинске, потому что, когда я работала в Москве, заходила в офисное здание, вот это все напоминало Сколково. Тут и Сколково есть, да? Ну вот, где-то ты не в Челябинске. Такое ощущение, что ты в Москве, мы растем, и Челябинск развивается. И вот территория бизнеса – открытый пример этому. Проект «Территория бизнеса» хорош тем, что мы можем показать себя обществу, дать возможность людям принять быстрее решения, что они могут сами начать работать самостоятельно, на себя. Это действительно замечательный проект. И таких вот именно вот на такого уровня я в городе Челябинске, ну, по крайней мере, именно я, не знаю. Вот, немножко знакомый уже с этой компанией. И очень здорово, что есть такие люди, которые поддерживают начинающих предпринимателей, потому что в первой шаге они всегда очень неуверенные, очень мало знаний у людей, когда они начинают какое-то свое дело. И, конечно, очень хорошо, что есть такие опытные люди, которые поддерживают их в этих начинаниях, творчески заинтересовывают. Вот, очень замечательно, что такие проекты существуют, и что они направлены именно на поддержку начинающих предпринимателей. Коворкинги вообще нужны. Ну, сейчас тема нетворкинга, она вообще очень захватывающая. Особенно молодым предпринимателям, да, молодым творцам необходима поддержка и общение. Вот, я думаю, в плане коворкинга нетворкинг происходит очень позитивно. На самом деле, очень круто, что у нас в городе появились такие места, где можно прийти и комфортно, и с удовольствием поработать. Потому что без вопросов можно где-то сесть и дома, и в кафешке. Но чтобы это было, а, комфортно, б, функционально и, б, красиво, таких мест вы не найдете. И здесь мне, во-первых, очень приятно глазу, потому что это не серые стены и даже не open space, который уже достаточно надоел, и мы от этого ушли. Комфортная, мягкая зона, офисная зона, можно попить кофе. В общем, для меня это место, где я могу максимально продуктивно провести свое время. На самом деле, очень круто, что у нас в Челябинске появился проект «Территория самозанятых». То есть именно этот проект может рассказать огромному количеству человек, кто хочет заниматься официально своей работой, но боится какой-то системы налогообложения, каких-то отчислений в пенсионный фонд. Вот именно «Территория самозанятых» рассказывает о всех плюсах, которые можно здесь испытать. Мне нравится этот проект тем, что на эту интересную форму налогообложения, скажем так, налог на профессиональный доход, обратили внимание и начинают работать с ней и продвигать ее, ну, скажем так, для каждого. Потому что я считаю, что мы пока немного знаем об этом, и не все, в принципе, слышали даже, что это такое. Здесь мы делаем акцент и развиваем тему самозанятых, показываем, что это очень удобно, очень комфортно. Я считаю, что нашему городу очень повезло и нашим предпринимателям, и начинающим предпринимателям, потому что они могут получить здесь мощную поддержку. И даже у тех, кому неэффективно работать дома, то они могут сейчас зарегистрироваться как самозанятые и работать здесь, потому что мне кажется, что идеальные условия, чем здесь, вообще просто невозможно было бы придумать. Напомню, в неимеющем аналогов проекты «Территория самозанятых» принимают участие 15 предпринимателей Челябинска, у которых нет ни начальников, ни подчиненных, ни проблем с налоговой службой и бумажной волокитой. Организатор проекта – Фонд развития предпринимательства Челябинской области «Территория бизнеса». Работа ведется в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Студенты педуниверситета больше месяца заменяли заболевших преподавателей в школах Челябинска с диагнозом коронавирусная инфекция. На больничном, по данным областного Минобра, находилось около 400 педагогов. Будущие учителя начальных классов вели уроки у младшего звена. Волонтеры организовывали родительские собрания, выставляли оценки и проводили контрольные работы. О том, какие новшества удалось внедрить студентам и как к ним отнеслись сами ученики, прямо сейчас в нашей рубрике «Главный герой». И сегодня у нас в гостях в рубрике «Главный герой» сразу две героини – студентки педуниверситета четвертого курса Ксения Вознюк и Анна Егорова. Девочки, здравствуйте. Спасибо, что нашли время, заглянули к нам. Но вообще, что вас подтолкнуло к этому акту доброй воли? Мы вдохновились студентами-медиками, которые вызвались на помощь врачам. Мы понимаем, что сейчас помощь нужна в такую сложную ситуацию не только врачам, но и учителям. Болеют все. И поэтому мы решили помочь школам проводить уроки, чтобы дети не вернулись на дистанционное обучение, поскольку мы сами столкнулись с этим, и это действительно очень сложно. Не страшно было? Вообще нет. Ну и плюс деканат нам пошел на встречу. То есть у нас не было потери в учебном плане ни в школе, ни в университете, потому что мы сначала были в школе, и потом приходили на пары. То есть ущерба у нас никакого нет, и мы все, в общем, сделали, как хотели. Ну, вообще, вы сами занимались подготовкой уроков, разрабатывали методические материалы. Вот удалось ли за это время вам внедрить какие-то свои, может быть, оригинальные идеи? Да, мы разрабатывали сами, но, конечно, учителя нам помогали. То есть это вообще без вопросов всегда были на связи с нами. Вот, например, у меня был такой опыт, что в четвертом классе на уроках изобразительного искусства мы решили, ну, что просто рисовать, это немного скучновато. Мы включали детям классическую музыку. То есть поначалу они как бы так наустрились, что как классическая музыка, затем все. Включите заново, включите первую. А это кто играл? То есть у них был интерес. Они рисовали, они слушали, а можно погромче? Был вот прям большой интерес к этому. И плюс на уроках литературного чтения мы смогли с ними отправиться в путешествие. В путешествие проходили тему Александра Сергеевича Пушкина. И мы с ними отправились в Сарско-Сельский лицей. То есть создали им онлайн-экскурсию. Они смогли сравнить, как живут тогда поэты, и как сейчас они учатся. То есть так же или нет. Как вообще ребята в целом отреагировали на вас? Легко ли было найти с ними контакт? Да, без проблем дети, они очень контактны и коммуникабельны. То есть они с радостью идут на общение, причем это новый человек для них. Им интересно общение постоянно с новыми людьми, и мы для них молодые специалисты. Они с радостью с нами общались, выполняли все наши просьбы, делали все, что мы просили на уроках, вели себя тоже хорошо. То есть у нас не было проблем ни с дисциплиной, ни с чем. Конечно, мелкие проблемы какие-то были. На перемене дети начинают бегать. В условиях этой пандемии нам все равно нужно, чтобы дети находились только со своим классом. Им постоянно напоминали, но проблем как таковых у нас не возникало. С детьми было все прекрасно. Ну и помогали другие учителя нам контактировать, найти подход к детям. А вам вот этот волонтерский опыт, он помог утвердиться в правильности выбора профессии своей? Конечно. Да, это прям вообще безусловно, потому что все-таки дети, они приносят вот прям, я не знаю, вот свет тебе. То есть ты понимаешь, что ты правильно сделал выбор. Когда был последний день, мы все-таки прощались с детьми, было очень сложно. Ты понимаешь, что все, нет, хочется остаться здесь, мы готовы помогать, вот хоть каждый день, потому что это действительно, когда ты учишься на парах, и когда ты говоришь о детях, это другое. А когда ты сталкиваешься с ними, все, это ты понимаешь, это мое, и я буду в этом точно, точно с детьми. Дети просто, они наполняют энергией, и какое бы настроение ни было, после школы ты уходишь веселая, потому что там невозможно быть грустной. Дети — это просто лучик света, от них столько позитива отходит, от взрослых столько бывает, не получаешь. А дети, они наполняют энергией не только на весь день, а на предстоящую неделю, и вообще на долгое время. Поэтому для нас это был очень такой опыт хороший, и нам многое понравилось, все понравилось, даже немного. Спасибо вам, девочки, большое. Я хотела бы напомнить, что сегодня у нас в гостях в рубрике «Главный герой» были студентки четвертого курса педуниверситета Аксения Вознюк и Анна Егорова. А у меня на этом все. Я желаю вам отличного настроения и только хороших новостей. Увидимся.